всем привет всем привет вы на канале семья Багдасалян и в этом видео очередная распаковка для нашего будущего малыша и конечно же свал берется кто не знает о ли на данный момент беременна 6 месяцев где-то туда-сюда это у нас третий ребенок кто первый раз на канале зайдите посмотрите у нас тысячи роликов в прямом смысле и больше много всего интересного это у нас третий ребенок и теперь мы в том веке когда есть вау берез есть доставка на дом мы с Олей разошлись и отрываемся по полной программе раньше когда у нас были дети на нашим детям 16 3 12 тогда не было гивал березов озонов доставок надо вообще ничего не было идешь в магазин какой-нибудь там и чего-нибудь ищешь что-то найдешь молодец нет на нем ски рынок как-нибудь там что-нибудь придумаешь тряпочку нарежешь простыню на части будет тебе простыня ой как его там пеленка так что мы отрываемся давай оля жги и в этом ролике как раз таки начнем тогда мы с пеленок потому что сейчас такие крутые пеленки муслиновые я взяла три штуки размер я не вижу какой кстати ссылочки все будут в описании так нам такие не снились раньше да не снились как открывается наверное вот так кто не знает это какая-то новая тема муслиновые пеленки мы одеялко уже заказывали коробочек наших распаковках и вот это муслиновая пеленка она очень мягкая по структуре похоже на марлю марлю в несколько слоев только более такая мягкая нежно впитывающая может это и есть марля не знаю возможно красиво сделали даже на подарок прикольно подарить да покажу поближе вот такая вот фирма мы взяли не бэмби оригинал катон набор муслиновых пеленок три штуки на кстати можете писать какие-нибудь советики что нам нужно еще заказать вот что вам может быть пригодилось потому что мы как бы вот смотрим ролики и что-то сами вспоминаем и в общем берем наугад на ощупь очень приятно и я так понимаю что я большую до заказала в размере еще классно когда у нас родился сын 4 860 сантиметров я мечтала о такой большой пеленке это что пеленка это пеленка да у нас кстати вот всего получается полотенце похоже на полотенце да вот кстати видно что она фирменная да потому что вот давай будем показывать на и был поближе чтобы вы видели с этикеточкой вот она она мягенькая такая приятная и дышащая не мнется чувствуется что она ровненькая чистенькая прошита тут сейчас я даже попробую понять два слоя вот два слоя марли получаются не прям очень-очень к на него это марля крашеная марля в два слоя почему-то называется муслиновые вещи вот ну в общем ясно так надо называть наверное она очень легкая и кстати вообще классно даже на шарфик похоже на так это вообще можно даже угодно даже не скажешь это пеленка на кирилл пользуемся пеленками ребенок вырастет и всего лишь как шарфик можно и как косынку как косынку и как погулять и как фарту вообще прям классно используем а потом можно на тряпке будет просто вот я знаете что хочу посоветовать вот мужикам в машину купите муслиновые любые хоть что муслиновые наберите просто наберите муслиновые и там пеленки чего угодно полотенца без разницы суть у них в общем то одна и та же купите вот такую штуку не знаю на кусочки нарежьте просто невероятно классная штука для того что в машине там что-то вытирать вообще просто и это все кстати не на кое уж и дорогое ну да ну как бы обычно стандартная цена как раньше в принципе пленки обычные хлопковые стоили у нас получается всего вот такие вот вот этот один набор пеленок есть одеялко муслиновая но и одеялко это уже не пеленка и вот я думаю сколько мне вообще нужно этих муслиновых пеленок в каком размере и нужны ли платочки муслиновые если вы знаете на этот вопрос ответ напишите мне буду очень благодарна такой мишка этот цвет такой класс да вот это вообще просто великолепно и цвета такие приятные вообще мне это вообще можно применять я не знаю в быту на чего угодно по это можно как одеялко использовать как полотенца ребенку ну как вот пеленка универсальная какая-то вещь не просто там чисто пеленка хоть что как право рынку можно даже использовать смотрите здесь коричневый получается цвет вот видите есть белого цвета с рисунками и рисунки такие могу вам сразу сказать это вот потяну чтобы вам было понятно это не какая-то наклейка или крашеная какая-то штука которая потом слезет и будет краску давать это как-то в структуру сделано сразу качественно в общем сделанная штука мне кажется вот даже такие вещи да можно бабушкам как платок дарить да и голова потеть не будет почему бабушка меня дома такие платочки муслиновые платочки как раз таки и нужны да вот взрослым людям там и очень хорошая вещь впитывать будет для просто когда жара потеешь можно на вот знаешь что нам надо сделать сейчас мысль пришла например когда у нас дети болеют и температура я всегда на подушку ложу детям хлопковую этот полотенца чтобы они когда потеют хлопок впитывает быстренько и они не мокрые лежат какой там постельный белье не было она не может так впитать как полотенце и все и они ночью если вспотели они не простынут они сухие лежат а теперь мне пришла еще круче мысль я хлоп муслиновые полотенце именно специально закажу а такие есть что ну по-любому да хоть вот эти без разницы хоть одеялку хоть полотенце неважно если ребенок болеет можно вот это постелить даже вот это вот скомковать но как в два слоя я думала сакану это прикинь три пеленки передает как да и получается не будет вот этого вот просто такой момент есть когда дети прям температура сильно они прям как вода из них идет и вот вся постель мокрая стает и если вы пропускаете это проспали я не знаю ночь они все будут ну простыть могут надо поменять еще хуже года а вот эту штуку будет впитывать еще можно вот смотри зимой вот особенно у детей да и ну и взрослых есть такие куртки там они прилипают к шее да и вот это все тоже потеет и очень быстро после этого простывая сну как бы тебе жарко там или это ты начинаешь открывать вот пожалуйста по цвету там подобрать вот например там беж какой-нибудь взять и вот просто это и тепло она такая приятная можно короче саневизорная вещь это вообще где угодно для чего угодно вот это я думаю я себе наверное вот выстать и до 8 холодно будет можно просто намотать можно на поясницу можно вообще гулять когда идешь какая разница ребенку ребенку да я про себя сейчас говорю то что можно вот даже вот и и на спину там если вот так вот дети гулять идут клоточек намотал если у них даже снег попадет зашивала быстро и жарко не будет потому что вот реально от курток иногда у детей здесь потеет они на улице втихота открывает и это рассчитано на многое количество стирок кстати посмотрим что с ними вот смотрите размер 100 на 100 100 процентов хлопок производства луян краснодар армяне вот от души армяне сделали вообще просто красавчики прям в тему придумали отлично масло производства придумали это может а что это такое а тут какая то сейчас посмотрю что там какая-то поздравительная штучка наверно вообще прям и коробочкой поздравить чашки постарались смотри просто счастье однажды мы загадали тебя а просто открытки клевого слышу даже в рамочку можно так это однажды мы загадали тебя загадали на вообще крутяк конечно так это мило ну хорошая фирма кстати у них вот хорошая упаковочка все чисто приятно пахнет вот такой вот по презенте и еще у них вот так вот хорошо запакованы чтобы даже коробочка не испортилась я вот ножницами отрезаем сделали вот качественно короче да и вот нам нравится 5 плюсом дальше про муслин мы не специально так все попалось вы много чего заказали у нас приходит партиями вот привезли сейчас именно вот это и мы сразу сразу чтобы у нас не копилось решили показать вот такое вот одеялко тоже муслиновая бантик так прикольно сделали так это тот же мишка тут есть вот такие вот вот такой пакет смотрю они или это что у нас делает пред плед муслиновые муслин а это брянцевый к б и по брянцевый тоже россия изгодовитель вот лайк ребята лайк я знаешь что так понял они все поняли как использовать марлю и сейчас все не лень до из марли делают вообще все что можно вот универсальная штука какая-то как как сода в россии соду можно для всего и пить и варить и жарить и лечиться и посыпать улице сода мне тоже устраивает нет но вот такой я же универсальные вещи вот но это хочешь и делай вот купи соду используя вообще их продукты и блины вообще во все вот теплая одеялко у меня есть мне подарила сестренка по наследству от племянницы досталось в общем эдгара сестренка подарила и я взяла нас ребенок будет зимний то теплая как раз в зиму а вот это вот покажу это больше летняя одеялко летняя почему вроде одеялко да но она дышит то что это муслин опять-таки же вот и такое симпатичное с такими помпушками на краях стопроцентный хлопок с этикеточкой и размер там 90 насколько наследие стопроцентных хлопок размер идет 90 на 120 и сейчас посмотрим что это за размер классно что она с двух сторон фирма наследие она двухсторонняя получается здесь такой без здесь мишки и она вот получается вот так скажу может не стать она вот такой вот это 90 на это кто 20 кроватку нашу перекрывает да по-любому у нас кроватка получается детская 80 на 50 85 на 50 но можно это еще больше как раз можно еще и в кроватку как бы подвернуть вот так вот чтобы это ну потеплее было вот а можно самой накинуться если надо будет на приятно так а вот это вот а смотри вот это еще было тут да это получается платочек такой тоже пригодится я думаю и плотачки прикольные вот из чего раньше не догадались из марли такие штуки делать сейчас посмотрим размер прошло блин 50 лет чтобы они поняли что такие вещи можно делать так ну вот это вот пеленка тоже вот смотри на я размер просто пеленки не сказала я не помню какой-то размер на тоже там я сказал нет у меслиновой пеленки не было здесь надеюсь 100 на 100 а 100 на 100 тогда метр на метр ну вообще классная да здесь как будто несколько слоев да вот это толще плед он толстый лет он потолще можно увидеть даже этот она есть большая разница вот как бы вот плед вот пеленка лет он такой плед получается так раз два раз два так четыре слоя получается марли но если я не ошибаюсь если это марли и тут вот такие мягкие штучки вот эти вам кошки прошито отлично это знаете как как будто вот смотрите вот и коричневого это как вот взять вот так вот сделать так вот так если вы вот так вот сошьете вот она по ощущению как раз и получится отделка мне вот интересно как это дело все стирать при какой температуре здесь ничего не написано там не написано как стирать сколько градусов должна быть 30 градусов 30 градусов стирка так что там дальше он так ну и последняя классная вещица это для новорожденного и я этот комплект планирую на выписку одеть опять повторюсь так как зимний будет ребенок у нас здесь такой тепленький комплект и такая мимишность это такая шапочка мне кажется для выписки как раз таки вот кто зимой выписывается шапочку нужно брать вот как раз таки вот такую тянущиеся потому что ну не всегда угадаешь размер и я все-таки взяла вот думаю если вдруг голова побольше шапочка тянется можно выписаться в такой красоте также сюда входят вот такие вот носочки смешно и вот такой вот так костюмчик костюмчик выглядит таким это крупным да там написано было от нуля до трех мне кажется костюмчик качество прямо большего качество классное качество ну пусть лучше будет большой чем маленький просто очень круто сделано можно там подвернуть как-то наверно да как-то туда его положить какие стильные коричневые такие зашовка на модный типок модные модные но надо посмотреть как расстегивается все это дело шерсть 80 20 пан пан что такое пан я не знаю это уже не знаю пандекс какой-нибудь или чем такое правильно а где у него король этот пакетик вот этот да тут ничего там нет вон там внутри есть что-то здесь пуговицы получается ну все нормально отстегиваются ну крупноватый такой да да смущает то что он большой я хотела на выписку ну пусть чуть большой будете чем посмотрим у нас так-то дети крупные рождаются сразу здесь размер получается нет у нас это на 60 милана 53 сантиметра в рост здесь ростовка не указано ну я думаю что это наверное где-то 62 68 качество вообще просто не докопаться не знаю как оле сейчас что скажет ну нет и качество вообще я не могу ни для чего докопаться сейчас тут очень классно такое не чуть-чуть приятная да вот она не колючая вот самое главное николин потому что есть какие-то вязки например вы трогаете вас раздражает а ребенок там тем более тут ничего не раздражает внутри швы тоже такие прям мягенький да еще тянущие тянется завязано так что тянется думаю еще и на весну поносим ну ну и все на этом обзор закончился да мы довольны мы довольны пишите что нужно на первое время новорожденному вообще до года чтобы вы посоветовали особенно может какие-то игрушки там еще что-то мы еще с этим не разбирались пока что разбираемся с кроватками шезлонгами тоже видео будет много чего заказываем вот можете другие наши видео посмотреть на канале еще будем делать о очень много обзоров потому что нам еще этого ребенка надо вырастить и там так как мы блогеры мы будем обзор делать всего что нам под руки попадаются да и будем прям не знаете вот если какая-нибудь ерунда прям мы это скажем вот это же проект хотела сказать то есть если что-то не так мы всегда на камеру говорим прямо там даже если мы ошибаемся потом говорим что мы ошиблись там да ну как бы если вот нам кто-то что-то подскажет всегда контактируем с подписчиками у нас есть и группа в телеграме и на дзен канале тоже везде все отвечаем в общем оставайтесь с нами брать вам не будем если например не понравилось я бы сейчас это чуть четко бы сказал что мне прям знаете выговорился бы это вот у нас обзор сосками есть там эдгар да я разошелся прям конкретно устроил да так что у нас настоящее прям как это как говорят когда приходит оценку чё-то чему-то дает вот эта работа такая даже есть да ты стоишь ты свистировщик да ну что-то критик 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 вот так что критик да мы делаем это прям по-настоящему если мы говорим что это классная штука то это действительно классно а не только потому что вот и мими мему вот это классно куда берите конечно берите возьмете и разочаруетесь вот это берите да но я не знаю что с этим будет после стирки я вам сразу говорю об этом я тоже уже во влогах буду наверное говорить или можно будет в одной из стирок закинуть да еще до того как и да будет как они ведь следующий обзор будет я вспомню про пленки а то мы сейчас вагон на заказываю но потом закинул стирку а там оставить одна такая дохлая марля да но у нас из муслиновых два одеялка получается одно такое прям воздушная белая вот это одеялко второе и три пеленки всего но их же надо простирнуть вот ну я думаю что да я дома заменю все постирнем на 30 градусов посмотрим что получится да если они пройдут наш жесткий отборный тест критики то мы прям конкретно будем оторвать не знаю чем у нас только есть порошок тайт профессиональный какой-то там и можете написать посоветовать каким порошком лучше стирать детские вещи чтобы не было возможно каких-то аллергий да или может быть это все фигня может быть можно обычным порошком стирать какие-то делала с дочкой и это все в тазик идти на речку я вообще читала статью такую что допустим нужны гип вот эти вот противоаллергенные порошки только тем детям у кого есть аллергия а так в принципе можно стирать обычным порошком и ну и желательно там еще один раз полоснуть вот у нас еще есть сушилка и в принципе в сушилке но вот это в сушилке не будет потому что это можно уменьшиться проверить жалко нет ну одно это ссылки за за 30 нет сушилку я это точно не хочу потому что не отделка но пеленку тоже не хочу потому что сушь все что попадает сушилку может не уменьшить футболки например эдгара они прям буквально на глазах начинают такой тестировать вид на меня положу них у них дырочки появляются то есть там очень сильно такой замес сушилки и как будто бы такая одежда не очень на вид становится а полотенце очень быстро изнашиваются и вот эти вот края у полотенец если у грубых вот этих хлопковых до начинают вот так вот как будто и им тысячу лет короче портится то муслиновой пеленку точно я тебе не разрешаю но зато они стоят мягкие из них выбивается все бактерии вся пыль и они как раз таки уже все выбивает и от пеленки там уже ничего не останется в общем мы можем долго спорить я одну штучку протестирую и вам обязательно скажу потом если ну я ее испорчу олю куплю еще латочек столько же а платочку на нем я думаю более не получится но поменьше тогда я еще хочу заказать чуть меньше наверное зачем мне меньше короче мы протестируем надо еще пеленки заказали потом уже будем а то чё на заказываем потом покажется какая-то фигня так что мы сейчас не можем сказать это классно или не классная в плане вот стирок давай одно здесь нет все закажи себе свою пеленку и стирать я попробую потом три штуки еще ты одну испортишь а три заказывается нет вот это уходит уже будет не буду его мне зверя всем пока вы можете поддержать наш канал на бусти ссылка будет в описании видео донат бусти вот она переходите страничка здесь можно подписаться месяц 3 6 12 стоимость 300 рублей также можете сделать поддержку поддержать можно любой суммой выбираете эту сумму которую вы можете выбираете вариант оплаты и оплачиваете все деньги будут собираться на роды роды стоит 300 тысяч рублей мать и дитя и здесь когда вы подписываетесь на канал мы будем выкладывать закрытую информацию которую на youtube не выкладываем все что касается лечения все что касается родов и сам процесс родов тоже будет именно здесь если вам интересно то подписывайтесь и просто поддерживаете наш канал заранее благодарим все добровольно смотрите как бы сами если можете поддержать будем очень очень благодарны